короче всем привет да уже села задолбали мухи все осень они как дикие дверь не открыть залетают везде блин везде вот облепливают все нафиг уже одна только повесили недавно вот одна села уже дихлофосом потравили все мы короче сейчас выезжаем этот батя еду помогать более вешать у родителей бойлер сломался вот тоже как и у нас чаще магазин заедем что-то у меня олимпийки такой нету чтобы ко всем этим штанам подходил как костюмы спортивные короче нету выбора в наших магазинах этот вот такие ход которые семейные магазины такие с вещами думал быстренько за скотчем хоть олимпийку чисто взять такую чтобы там под разные штаны одевать черную ничего нет то и проще все равно уже навал берись всего писем про секса быстро сейчас на вал берись и выбрать пару себе олимпийка какая понравится забрать все едем родители сейчас так ничего приехали вот такой же батя котел взял как этот как и он а на 80 литров интересно у нас на 70 gd 13 привезла а дяди свет этот утюг чтобы паять сейчас будем там пайку делать батя вот все купил что надо и не это кран что ли новый сместитель вот у родителей бойлер у такой вот видите что он уже старенький уже проржавел и вот капает протек он конкретно я уже здесь перегрыз сейчас мы это все дело уберемся сделаем хорошо наверно крепление тоже будем вот это я оставлю крепление те не буду те сразу сниму снова не знаю насколько он здесь литров вот уже инструмент все разобрались батюнька телевизор смотрел уснул пускай спит батя с дороги я сам буду делать встанет значит давайте смотрите тут ведь у нас провод спрятан под панелями и заходит в бойлер поэтому я вот этот провод сейчас хочу открутить с бойлера и на новый бойлер я повешу вот этот утром потому что по-другому никак все пошел процесс и вот заняты опять вдвоем батя реально спит и сустав сам проснется я сейчас даньки сделаю берегу ну таким вот образом сейчас пускаем воду тут подольше будет до кокольцем почему ленивые люди добиваются чаще успехов чем не ленивый вот например на нас даньки замучились этими чашками воду спускать увидел что лежит шланг подключил шланг и все вода сама стекает сейчас подождем вода стекает снимем болер и будем дальше думать сейчас загвоздки у нас конечно уже есть сейчас надо с это думать наверно будет на эту стенку его вешать бойлер новый потому что эти будут трубки мешать ну чё батя проснулся мы сейчас вот это крепление ну короче как я делал это крепление сняли со старого бойлера и будем этот вешать на новое съездил он до друга до рустама дал нам эти новые болты анкерные о подходит 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 да все четко качелью пробовал вообще я говорю да вот зачем такие крепления ну вот да вот ну как вообще планировал вот этот кто делал такие крепления как мы будем вешать ну вот без шуток наш у нас тоже на 80 литров а я думал на 70 у нас такой крепление эти вообще дебиле вообще да конечно болгарку взяли что будем дальше делать вот знаете что то собака смотрит твои видики я бы сейчас высказал какие что 1 как есть его чуть скажи а и фига себе сейчас батя рассказал мотель 2000 как будто я на сутки у него батя же дальнобойщик в рейс ездит и короче в душ по дороге ну там заехал этот помыться покушать да суренгое суренгое и заехал этот в порос помыться ну гостинице зашел она 200 рублей душ да и карточку будет прикладывайте я распределожил а это не горит чек мне дайте она газа чем я же вижу что я этот ну что вы оплатили и я уехал не посмотрел вот это в телефоне там сколько снялись связи тени был связи не потом в сургут приехал думаю дай гляну сколько я за сегодня пара там дын-дын и 1 ну прикинь тварь какая вот это это бог накажет ну так нельзя людей обманывать просто вот так вот реально надо всегда чеки мыши с мамы на маму иногда там смеемся то говорим да блин на все эти чеки мама постоянно чек с магазина берет и смотрит проверяет вот такие вот есть люди офигеть тварь обалдеть рассказал за разговор прошел мама говорит это чек или что-то такое кто-то кого-то обманул тоже в магазине что ли и это я не хотел рассказать этот случай такой я говорю вот так и так не хотел ни фига себе 2000 душ обалдеть это не твоя вина это просто такая тварина думаю не буду другу звоню я буду ехать я заеду и там стал материть на я вот так они же меняется ну да потом уже звонит серёг я не стал свежать душ я не могу да нахер надо такой скажи где это место чтобы на бочки нет пуровского не останавливается для на больше там лохотрон щеки она кухни у нас такого это творческий прогресс идет больше будет у нас говядины короче рената мама викулька они готовят борщ он все в делах про свекульку нельзя сейчас снимать поэтому вот так вот как я а а тебя не видно только что там картошку числику ничего не видно и куль смотрите алиса выключи звук пока что что это цветочки которые стоят всю зиму их можно как подарочные делать а весной бойца не дай бог выстоят то можно выставить на улице живые дайте ты получаем короче вот так ладно пошел дальше ну а чё птицы поэтому и перья ай дайте травки ай дайте ай дайте Музыка 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 Ой, блин, что сколько пельев Сегодня некогда поубирать Все как они любят Здесь всякие витаминчики А тут чуть петушок Как его крылышки распустил А какой Вот этот поет так красиво Вот этот вообще умный Пукарекой? Да Во сколько? Ночью не пукарекой? Нет, где-то в 7 вечером Пытаюсь Того надо Смотри Уже мне он не нравится Надо Ну пойду дальше Батя помогает Чуть-чуть там тут подснял Мы короче с Ренатой Отлучились вон до друга на поле За арбузами едем И туда такая пробка на границе Вот ближе к Казахстану Километров 6 Че ты моргаешь? Че, вот тут где-то, братан? Дальше, вот, дальше, дальше Вообще вот путь следующее съезд Там бра, видно, слева он сейчас съезд А, вон Вот, видишь, вот здесь прям Смотри, он тебе покажется крутой, но не спускайся Вот здесь? Дальше, дальше Встречу пропустили Все-все, вот здесь нормально Все-все-все Вот, видишь, все Вижу, вижу Вон какой этот Очередь фуры Ну да, показался мне крутой Идем, приехали на поле Вот Иван Кстати, сто лет тебя спрашивают А че там, как ты живой? Он называет даже Иванка А друг? Ха-ха-ха-ха Друг, друг, покажи, где брать Вот они, видали какие поля тут необъятные Офигеть Сколько гектар здесь? Здесь до хера Миллионер ходит, а я и не знаю Я не знал, что у меня друг миллионер Ха-ха-ха-ха Друг Ну ты показывай, какие че Он опытный Уже глаз набит, он их чувствует Блин, я помню в детстве с Андрюхой мы грузили арбузы Может я поснимаю, типа вот мне друг арбузы грузит Ага Хе-хе-хе Хороший? Ну че, ух ты, тяжелый Хе-хе-хе Вот а, один пошел Вот видите, какой у меня друг Вот видите, какой у меня друг Че, братан? Ну че, он пацан здоровый Говорит, да ладно ж Тяжелый Хе-хе Ну мы вовремя, да, успели, что еще светло более-менее Это светло еще? Ну так У нас соблюдки из машины, да? Сейчас еще поедем, по-моему Вот смотрите, какой маленький арбуз Смотрите, какой хорошенький Хе-хе-хе Вот тут разрезанный уже А вот тут вот огромный Вот Огромненький Арбузик Никогда не здоровый Посмотри Говорит, сорт такой Смотри Ого, очень обалдеть Сказка Сказка Вот тут Фаридей дядя Савич передадит. Всем, кому надо арбузы, приезжайте в Оренбургская область поселок Акбулак, спрашивайте Жасян, Иван и все. Самые отменные арбузы. Вот они какие, кабачечки! Огромные просто. Тут уже, видите, собрали. Дорога как развезла. А что там кроссовки лежат? Это новые? Да, мои. Ничего себе на кусоке поставили? Да ладно, ничего. Они ничего не будут. Так. Обалдеть, да? Как в сказке, смотри, они один-то... Хороший. Хороший. Они очень крупные. Да? Очень крупные. Наталья. Вот из таких вот масюнечки получаются вот огромные арбузяки. Все, погнали. Рина, ты первый раз с этим обузом пой, да? Да. Ванька пошел, поля свои проверяй там. С рабочими разговаривает, что все нормально, выясняет. Дела, бизнес. Цветов здесь насадил он, пацанам. Пошел, видите, вагончик зайдет, все проверит. Чай май. Короче, едем, и птица даже не отходит. Может, ее фарами слепим? Что это вообще за птица такая? Что это за птица? Что это за птица была? Ну, улетела, вы ее напугали. Так, ребята, мы уже на мойке. Кстати, все. Да, после арбузных полей. Бойлер повесили, все сделали. Ну, завтра, если что, подсниму. У меня завтра выходной. Рината на работу. Вот. Мы заехали машину помыть. Смотри, Рината, там все чисто блестит. Красота. Да. А внутри тоже красиво. Да, и внутри чисто. Четко. Еще запах такой обалденно вкусный. Как кто-то нам писал под старыми роликами, так, зачем вы вонючки в машину не вешаете? Пусть запах машины будет. Да ну вы что гоните? Надо этот. Вонючка и запах машины, кстати. Ну, это как бы кому как нравится, конечно. Мы любим вкусные запахи в машине. Чай. Все. Четко. Ну, ладно, все, мы домой. Ай да, сармат кушать? Опа, вот этот хан ты зеваешь. Сегодня на ужин три буха. Сейчас нарублю куски. Хан, братан, держи. Кусок тебе жуй. Вот сармат ест. Жует. Челюсти разрабатывает. Этот месяц смешанное питание у хана с сарматом. На ужин мясо, обрези, либо три буха. Вот как сейчас три буха. А в течение дня сухой корм. Ну, бывает тоже чисто весь день сухой корм едят. Или чисто мясо. Ну, короче, смешанное. Опа, молодец. Вот так. Лапой взял, оторвал. Кушай. Вот так. О, молодец. Стрепи его и жуй. Кушай, кушай его. Молодец, сармат. Хорошо, сармат. Работай, сармат. Работай, сармат. Молодец, сармат. Работай, сармат. Работай. Молодец, мальчик. Кушай его. Кушай. Молодец, сармат. Работай. Работай, сармат. Хвост виляет. Молодец, сармат. Работай. Ай, молодец, мальчик. Хорошо, сармат. Работай, сармат. Молодец, сармат. Работай. Хорошо, сармат. Работай. Хорошо, сармат. Работай. Молодец, Армат, работай Ребята, ну чё Будем заканчивать наш влог Обязательно ставьте лайкосики Потому что Чем больше лайков, тем больше азарта Снимать и снимать Ну просто приятно Когда твой зритель Тебя поддерживает лайкосиком и тёплым комментарием Всё Всем пока, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok